Здравствуйте! С вами Марина Романюк и итоги недели в городе. Смотрите в выпуске. По собственному желанию Елена Сорокина покидает пост главы города. Накануне пляжного сезона. Насколько городские водоемы готовы к лету, проверяла специальная комиссия. Живые тропики в Рязани. Бабочки и звери из далеких стран ждут гостей в М5МОЛ. Главная новость дня. Увольнение главы администрации Рязани Елены Сорокиной по собственному желанию. Первым об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков. «Благодарю Елену Борисовну за серьезную и ответственную работу. Ее опыты, знания будут востребованы в регионе». Спустя час сама Елена Сорокина подтвердила свою отставку. «Это была не просто работа, это была очень важная часть моей жизни», – ответила теперь уже экс-градоначальница. 29 мая она назвала своим последним днем работы. В этот день пройдет внеочередное заседание Рязанской городской думы, где народным избранникам представят новую кандидатуру. По словам Павла Малкова, это будет бывший министр сельского хозяйства региона Виталий Артемов. Сразу на 23 кадета в зеленых беретах стало больше в 33-й школе. В преддверии дня пограничника ребята приняли присягу и пообещали быть примером в учебе и военной подготовке. Кадетские классы в Рязани, напомню, были созданы при содействии у ФСБ по Рязанской области и Голицынского пограничного института ФСБ России. По уже 10-летней традиции в школе номер 33 по священию в зеленые береты открывает клятва. В этот день ее приносит сразу целый класс, 23 новых бойца. Причем их сразу же зачисляют и в ряды Всероссийского детского движения ЮНАРМИИ. Сегодня тех, кто год за годом совмещает школьную программу и военную подготовку, в этой школе уже больше сотни. Старшим ребятам в этот день присвоили новые кадетские звания, а также выдали дипломы и медали областных конкурсов. Уважаемые ребята, пришел тот день, когда вы первый раз в жизни пообещали и дали клятву. Соблюдайте эту клятву. Пусть она вам в жизни пригодится, чтобы все дела, которые вы начинали, вы их заканчивали. Патриотическое воспитание – это не только новенькая форма, знание строевой и умение обращаться с автоматом. В школе учат по-настоящему любить свою родину. За это ветераны-пограничники благодарили педагогов отдельно. Мы стремимся не сделать какой-то военизированной нашу молодежь. Мы хотим, чтобы молодежь росла патриотами нашего отечества, чтобы это были граждане российского государства, которое очень сильно нуждается в них. Почему? Потому что через 20-30 лет они встанут к рулю и управлять будут государством, управлять предприятиями, народным хозяйством, сельским хозяйством. И, конечно, не важно, кем они будут по специальности, самое главное, чтобы они были патриотами своего отечества. Эти ребята свой путь в кадетстве только начинают. А вот многие из выпускников уже курсанты Голицынского пограничного института, куда путь для настоящих патриотов всегда открыт. С 1 июня в Рязани открывают 4 городских пляжа. И чтобы купания для рязанцев прошли комфортно, уже с 26 мая места тщательно обследуют. Первым проверили Барковской карьер. А сколько будет работать спасатели? У нас спасатели. У нас сегодня всего 4 в смене, они 2 через 2 работают. Квалификацию спасателей и медперсонала проверяют в первую очередь. На информационном блокаде эти специалисты указаны. И комиссия не обошла этот пункт стороной. После документы на водолазное обследование дна пляжа, чтобы отдыхающие не получили травмы. И самое главное, заключение из Роспотребнадзора, что качество воды и песка соответствует нормам. Как говорят проверяющие, пляж это не просто водоем, а объект со своей инфраструктурой. Пляж должен в первую очередь быть оборудован санитарно-гигиеническим оборудованием. Именно контейнерными площадками, урнами. Должен иметь биотуалеты. Должен иметь в обязательном порядке медицинский пост, укомплектованный специалистами в области здравоохранения. Должен быть обязательно укомплектован спасательным постом. Плюс ко всему кабинкой для переодевания, теневая зона, скамейки и зоны отдыха. Сам же водоем должен быть зонирован. Буйками обозначена зона купания для детей и для взрослых. И само собой, пляж должны ежедневно убирать. У собственника контракты на это есть. Как и на вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов. Ко всем проверкам пляж начали готовить заранее. Антон Трушин, собственник, в этом деле уже 7 лет. Поэтому все оперативно предусмотрел. Единственное, что паводок немного задержал. Потому и начали с майских праздников. У нас каждый год стандартно проходит процедура. Это обследование водолазов. Далее это исследование воды, песка. И подготовка к пляжу. Это очистка его после паводка от травяных наносов или от веток, от деревьев. Просеивание песка по возможности уборка мусора. Это стандартно круглый год проходит. Но к пляжу мы более тщательно это проводим. Пляжный сезон в Рязани стартует с 1 июня. Будет работать 4 пляжа. Три на Барковском карьере и один на реке Старица в районе Лысой горы в поселке Солоча. Полюбившийся городской пляж на Ореховом озере откроется только в следующем году. Обновленный. Так как у нас реализуется проект благоустройства территории лесопарка и озера Орехово, вести пляж в этом году на озере Орехово, к сожалению, не представляется возможным из-за проведения работ. Но мы надеемся, что в следующий год он уже у нас будет проведена реконструкция. Этот пляж будет более современный, комфортабельный и понравится нашим жителям. Управляющий уверяет, что пробы песка и воды будут брать ежемесячно, чтобы отдыхать было комфортно. 26 мая комиссия проверяет три Барковских карьера. 29-го отправится на 4-й пляж в Солочу. Партнер программы «Неделя города» выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие дары океана к вашему столу. Возле центрального входа в торговый центр «Премьер» до 27 мая включительно. Не упустите возможность приобрести действительно качественную продукцию. В Рязанской городской думе подвели итоги своей работы за год. Татьяна Панфилова в докладе назвала основные показатели, а также депутаты утвердили изменения в правилах городского благоустройства, касаемо установки и обслуживания контейнерных площадок для мусора. Заседание Рязанской городской думы начинается с вручения мандата новому депутату. В апреле свои полномочия сложил народный избранник от КПРФ Дмитрий Иваничкин. Его место сегодня заняла Ирина Паняева. Отчет председателя Рязанской городской думы Татьяны Панфиловой значился первым вопросом в повестке. Он изобиловал цифрами, которые, к слову, только подтверждали, что городская дума в 2022 работала в интересах жителей города. 17 заседаний, 358 принятых решений. В основной финансовый документ в течение 2022 года в условиях динамично изменяющейся ситуации депутатами городской думы шесть раз носились необходимые изменения. Все решения по бюджету принимались Рязанской городской думы своевременно, что позволило обеспечить финансовую стабильность, решить наиболее значимые социальные и хозяйственные вопросы. Было начато строительство двух детских садов на 224 места каждый в районе Кольное и Семчино. Продолжено строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе Кольное. Благоустройство территории торгового городка. Запрещен контракт на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе ЖК Олимпийский. 155,5 миллионов рублей в прошлом году потратили на капитальный ремонт четырех рязанских школ. На реконструкцию контактной сети направлено 70 миллионов. Народные избранники отработали 283 письменных заявлений граждан, а охват населения в соцсети составил более 130 тысяч человек. Кстати, вывозка мусора и содержание контейнерных площадок – одни из самых популярных тем. По ним сегодня тоже приняли решение. Уточнены требования, применяемые к площади контейнерных площадок, размером их ограждений, количеству устанавливаемых мусоросборников. Конкретизирован перечень элементов благоустройства контейнерных площадок. Дополнены положения, касающиеся содержания контейнерных площадок. Определен круг лиц, ответственных за выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, а также их обязанностей. Главное, теперь регоператор не сможет объяснять невывоз мусора блокировкой подъездных путей. В документе все прописано, включая меры ответственности за это. В случае трех и более раз невывоза в течение месяца ответственные за содержание вправе разместить информационные таблички, парковочные ограждения, дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств. Теперь на территории Рязани запрещено складировать ТКО вне контейнеров, выбрасывать картонную и другую тару. Решение вступает в силу 1 сентября этого года. На заседании правительства Павел Малков призвал жителей города принять участие в предварительном электронном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидатов на выборы в Рязанскую городскую думу. Кроме того, речь шла о благоустройстве и готовности коммунальных служб. Завершение учебного года Рязань встречает полностью готовый к выпускным экзаменам. Об этом на правительство заявила министр образования региона Ольга Щетинкина. Итоговую аттестацию пройдут более 10 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч учеников 11 классов. Все ведомства доложили о готовности к проведению основного периода государственной итоговой аттестации, который в этом году пройдет в 9 классах с 24 мая по 1 июля, в 11 классах с 26 мая по 1 июля. Рязанская область на сегодня готова к проведению государственной итоговой аттестации. О почти полной готовности заявляют сегодня и те, кто отвечает за реконструкцию торгового городка. Основной этап благоустройства здесь обещают завершить к 1 июня. Но есть нюанс. Благоустройство подъездных аллей, по которым строительная техника подходит к павильонам, мы закончим, когда все павильоны будут окончательно восстановлены. Соответственно, торговля для частных собственников, которые имеют там павильоны, она не прекращалась и продолжается по сей день. 1 числа будет открыто первое мероприятие, это лето в торговом городке. Это организовывает центр развития креативных индустрий. Все мероприятия запланированы на все лето. А вот реконструкция центрального спортивного комплекса пока даже не в перспективе. На 15-й год сумма, необходимая для ремонта, была что-то около 400 миллионов. На сегодня, понятно, будет больше. Впрочем, как такового проекта еще нет. Но, как заявил губернатор, одним только стадионом ограничивать его не стоит. Хочу сказать, что любой, даже самый сложный путь начинается с первого шага. В этом случае это проект, его нужно актуализировать. Причем мне нужен еще и проект, который вписан в общую концепцию, в общий проект развития всей территории. Там, включая Рюминский пруд и площадь перед областным судом. И в целом, как часть пешеходного маршрута опять-таки. Пожаловались Павлу Малкову и на состояние городских автобусных остановок. Например, на улице Горького. Даже рядом с правительством павильон в ненадлежащем виде, заявил губернатор, что уж говорить об остальных. У мэра он нашел понимание. Конечно, остановку на Горького уберут в плановом порядке. Жителей надо, безусловно, информировать о том, когда остановка конкретно будет убрана. Здесь обязательно это надо на работу отладить в ближайшее время. В целом, в городе более 500 остановок. Остановки очищают, моют, стирают надписи, закрашивают надписи, очищают урны. Да, конечно, есть случаи вандализма, поэтому остановки ремонтируются. Когда ремонтируем дорогу капитально, стараемся устанавливать и новый остановочный павильон. Как, например, было на улицах Соборная, Новоселов. В этом году это улицы военных автомобилистов, другие улицы. Но остановочные павильоны не дешевы, где-то около 500 тысяч. Еще один вопрос. По графику движения 17 маршрута будет решен с появлением новых автобусов. Эта линия – одна из основных в городе для сокращения промежутка между рейсами. На нее выведут еще 17 автобусов дополнительно. А еще власти уже заменили все проблемные светильники на Лыбецком бульваре, а возле поликлиники 11-й больницы уличные фонари заменят после проведения всех конкурсных процедур. Проект уже подготовлен. Несмотря на непростые условия, бюджет прошлого года был исполнен с профицитом почти в 3 миллиарда рублей. Это следует из доклада министра финансов региона Марины Наумовой. Казна увеличилась на 18%, треть всех доходов – финансовая помощь федерального центра. Это звучит, может быть, даже в чем-то иронично, но прошлый финансовый год со всеми его геополитическими вызовами оказался для Рязанской области одним из самых удачных. И дело даже не в том, что регион потратил меньше, чем получил. О широкой поддержке Кремлем всех начинаний Павла Молкова уже заявлялась не раз, а значит, деньгами Москва будет помогать и дальше. В абсолютном выражении мы получили с федерального бюджета 29,6 миллиарда, что превышает показатели 2021 года почти на 10%. Значительно увеличились в 2022 году межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности – это плюс 1,7 миллиарда. На сфинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности – рост почти 1,4 миллиарда. Впервые в 2022 году субъект получил субсидии на модернизацию школьных систем образования – это более чем 800 миллионов рублей. Исполнение бюджета прошлого года – прямое следствие значительного увеличения поступлений от налога на прибыль. Здесь рост составил аж 36%, и замедление темпов на устойчивости экономики региона практически не отразилось. В плюсе все статьи поступления доходов. При этом расходы тоже существенно выросли, впрочем, запас по деньгам был в областном бюджете всегда, и все процессы в банковском секторе, а также снижение экспорта прошли, можно сказать, незамеченными. В том числе за счет грамотной работы налоговиков, и Павел Малков обратил на это внимание. Мне кажется, прошлый год прошли весьма достойно, с ростом экономики, с ростом налоговых поступлений. Я хочу, вот Марина Александровна затронула, текущий год тоже пару слов сказать. Я хочу поблагодарить и коллектив Министерства финансов области, и коллектив управления Федеральной налоговой службы в очень непростых условиях в экономике, в условиях перехода на принципиально новую систему сбора налогов через единый налоговый счет. Вы делаете все возможное, чтобы сохранить устойчивость бюджета. Госдолг области стал ниже еще на 5%. Все коммерческие кредиты заменили бюджетными, во избежание непредвиденных обстоятельств, и с увеличением финансовой подушки безопасности. Восстановить храм практически из ничего. Это удалось жителям села Орехово. Вместе со священнослужителями они заново отстроили старенькую церковь. И совсем недавно сам Владыкова сглавил чин освящения уже достроенного здания. Село Орехово расположено средь заповедных Спасских лесов. Тихое, даже в чем-то священное место существует здесь с конца 16 века. Первый храм здесь возвели в 19 веке в честь святителя Николая Чудотворца. Но церковь не простояла и 100 лет. Ее закрыли в 30-е годы прошлого века, во время коллективизации. Храм не выдержал испытания ни погодой, ни временем. Когда я приехал сюда служить, уже оставались стены без крыши, где просматривалась роспись на остатках холста, который висел на стенах. В общем, было плачевное состояние. Ну и жители хотели построить новый храм. На этом месте организовали приход в 1917 году. И вот с 1917 года началось строительство. Получается, что этот путь мы прошли за 6 лет. Сегодня в Орехово всего несколько десятков жителей. Но жизнь здесь буквально кипит. Главным инициатором возрождения прихода стала Валентина Демешева, которая помнит еще прежнюю деревянную святыню. За реставрацию здесь серьезно взялись в 2019 году, когда митрополит Рязанский и Михайловский Марк заложил камень в основании Никольского храма. Со строительством помогали и помогают неравнодушные люди – местные предприниматели. Срок, конечно, 6 лет большой, но учитывая пандемию, все это, то есть они нам как бы отсрочку тоже дали. Вот. Ну и вот пришли мы в сегодняшний день к заключительному этапу. Храм осветили, большое освящение сделали. Так что для жителей будет куда сходить, помолиться, попросить, а что-то, о чем-нибудь. Внучка писала проект храма России. И по Москве ее проект занял первое место. Поэтому помогали, и отец Александр помогал. Все помогали. Три года спустя храм был достроен. И 20 мая митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил чин освящения достроенного храма. Мы находимся здесь рядом с заповедником, который называют часто храмом природы. Поистине, если мы посмотрим на каждое животное, на каждое растение, мы увидим удивительную гармонию, удивительную целесообразность. По сравнению с нашим миром, с природой, все остальное, что творит человек, это грубые подделки. Грубые подделки – это то, на что может человек. А дело Божие – это поистине гармония, порядок, красота. Это совершенство. Не случайно в Библии говорится, что Господь после сотворения мира сказал, что все очень хорошо. Храм в селе Орехово небольшой, кирпичный. Но главное, говорят селяне, что он соответствует всем запросам верующих. В Рязани продолжает свою работу выставка продажи икра и рыбы Камчатская. Ежедневно рядом с прилавком образуется очередь. Рязанцы с нетерпением ждут ярмарку и хотят попробовать дары Камчатского края. Ароматы копченой рыбки, словно магнит, притягивают рязанцев к мобильной ярмарке икра и рыба Камчатская. На этой неделе возле торгового центра «Премьер» рязанцев вновь радует Камчатская рыбная изобилие. Расскажите нам, какую рыбку любите. Белорыбец. Белорыбец люблю, потому что она вкусная. Нежная, мягкая. Что еще доложить? Супруга ваша сказала, что... И очень хорошо к чаю идет и кофе с утра, когда ничего не лезет. Лидер продаж, по словам продавцов, чавыча. Эта рыбка не только чрезвычайно вкусная, но еще и очень редкая. Ее вылов регулируется специальными пунктами российского законодательства. Чавычу ценят за отменные вкусовые качества и набор полезных свойств. Белорыбеца тоже популярна у рыбных знатоков. По своим вкусовым качествам она вполне может поспорить с чавычей. При этом белорыбеца – жирный, но малокалорийный деликатес. Здесь много чего можно купить. Чавыч очень хорошее, белорыбеца. Все свежее и качественное. Икру купила. Люблю морепродукты. На выставке продажи также можно приобрести икру самого свежего вылова. Ведь ее незабываемый насыщенный вкус ценится среди гурманов. Рыбка на ярмарке «Икра и рыба камчатская», что называется, на любой вкус и кошелек. Полезно, конечно. Попробуйте, и вам понравится. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные, любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 27 мая включительно. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» ждет вас. В Рязань приехал экзотеррариум под названием «Живые тропики». Крокодилы, черепахи, змеи, а также десятки экзотических бабочек. Живые тропики и живые бабочки поселились в торгово-развлекательном центре «М5 Мол» до конца июня. Прямо у входа в зоотеррариум «Живые тропики» посетителей встречает большая дружелюбная черепаха, которая гуляет сама по себе. Ее можно погладить и сфотографировать. Но это не единственная рептилия на выставке. Тут есть, например, нильский крокодил, самый большой из всех видов. Тот, что на выставке, правда, еще юнец. Зато змеи здесь достигают нескольких метров в длину. Всего в живых тропиках больше 50 видов экзотических животных. Ядовитые жабы, крокодилы, черепахи, игривые обезьяны, летучие собаки и другие представители жаркой фауны. Некоторые животные редко встречаются в зоопарках, и увидеть их вживую – большая удача. Очень нравится. Дети в восторге. Очень рады, что такая выставка у нас в городе. Отличное развлечение. Вот ребенок сегодня выпускной, и как раз прям хороший подарок для детишек. Очень интересные, и животные все такие необычные, действительно экзотические. Где бы мы могли еще посмотреть? Каждый раз в Америку не съездишь, не слетаешь. Да, поэтому нравится. Дети как? Хорошо. Хорошо тоже. А кого успели посмотреть? Кто-то, может, там особенно понравился. Игуаны, да, нам понравились. Крокодил. Мне нравится, если честно. Все животные прикольные. Прикольные. А кто особенно понравился? Ну вот, если честно, мне все нравятся, особенно попугаи. Есть и попугаи, которые свободно перемещаются по всей выставке. Например, арамакао – один из самых редких видов. А игривые обезьянки с радостью принимают угощения и готовы позировать для фото. Выставка «Живые тропики» нацелена на знакомство с жизнерадостными и здоровыми животными. Здесь же расположились и живые бабочки. Очень красивые бабочки. Такие как птицекрылка, папилия, полинур и амура. Здесь можно прикоснуться, также посадить на нос, на голову, сделать красивые фотографии, записать на видео ваших детей. Экспозиции захватывает с первого взгляда. Уникальные бабочки из самых далеких уголков Земли производят впечатление. Яркие краски, легкость и беззаботность прекрасных и свободных созданий дарят детям восторг. Мне очень действительно нравится. Выставка «Живые тропики» и «Живые бабочки» работает ежедневно в торговом центре М5Мол с 11 утра и до 8 часов вечера. Посетить ее может любой желающий. Проработает она до 25 июня. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Резань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 22 по 27 мая. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова